здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты сегодня давайте попробуем разобраться в таком интересном вопросе почему нам не удается похудеть почему мы плохо себя чувствуем почему у нас слабость апатия почему по вечерам головные боли но женщины в возрасте старше 45 принято все это списывать на гормоны нами на паузу в общем то что у нас гормоны поэтому мы много едим поэтому плохо спим поэтому мы поправляемся и поэтому плохо себя чувствую гормоны конечно имеет место быть но далеко не у всех женщин эти гормоны так так уж плохо сказываются на здоровье дело в том что именно в этом возрасте мы как бы немножко расслабляемся детки уже подросли у многих они живут уже отдельно у нас есть свободное время заняться собой но вместо этого мы по вечерам сидим перед телевизором пьем чай с плюшками и в общем-то отдыхаем говорим что мы устали а устали мы почему почему потому что мы плохо выспались а плохо мы выспались потому что мы с вечера наелись плюшек и напились чай если вы оглянетесь на предыдущий вечер пока вы смотрели свой любимый сериал или сидели за компьютером вы выпили 4 или 5 кружек чая или кофе съели несколько плюшек и соответственно какой может после этого быть сон почему бы допустим с вечера не выпить чай с мятой или мелиссой и не принять расслабляющую ванну то есть это будет и более полезно и вы не наберете лишние килограммы утро мы встаем отекшие не выспавшиеся и весь день мы чем-то недовольны недовольны мы потому что мы устали меня отдохнули потому что мы устали мы не отдохнули потому что мы надулись с вечера чая и всю ночь мы вставали ворочались то что мы проглотили с этим чаем у нас уже переваривается то есть мы спим неспокойно, то нам душно, то нам холодно, то мы встали в туалет, потом мы не можем уснуть, лезут какие-то мысли, ну, соответственно, мы сами себя накручиваем. Мы считаем, что мы чем-то больны. На самом деле мы просто сами неправильно организовали свой вечерний отдых. Ну, пойти погулять, это, конечно, идея хорошая, и для этого тоже нужно поднять пятую точку, собраться и пойти. Вот я всегда с восхищением смотрю, сейчас очень модно стало популярно, вот эта скандинавская ходьба, люди ходят с этими палочками, я не знаю, как это отражается на их здоровье, но то, что вот когда мимо тебя проходит такой человек, ты видишь, что у него здоровый румянец на лице, у него светят глаза, кто-то ходит в одиночку, кто-то ходит вдвоем, но это в любом случае лучше, чем сидеть перед телевизором и лопать плюшки и запивать их крепким чаем, после которого мы не можем уснуть, потому что чай содержит кофеина нисколько не меньше, чем сублимированный кофе. Мы почему-то про это всегда забываем, что чай это напиток тонизирующий, и если мы с вечера надулись чаем, то и соответственно и спать мы будем плохо. Если нет сил собраться и пойти на улицу, сделайте себе расслабляющую ванну, сделайте себе какой-то массаж. Сейчас очень много различных массажеров в продаже, есть электрические, есть механические, но они помогают и расслабиться и оздоровиться. Еще одна причина вот с возрастом до плюс еще вот эти сейчас всевозможные идут ковиды, теперь новые штаммы гриппа, где-то мы перенесли на ногах, где-то мы принимали противовирусные для профилактики, но в любом случае какая-то часть инфекции в наш организм попадает, она отмирает и она у нас остается в виде шлаков. Если сердечно-сосудистая система предназначена для движения крови, кровь снабжает наш организм питательными веществами и кислородом, то выводится вот это все, что ненужное, что не усвоилось, все шлаки выводятся с помощью лимфы. А вот лимфатическая система, она не предусматривает такой мощный насос как сердце, то есть она самотеком идет и именно лимфа выводит из нашего организма все ненужные вещества. Попили мы таблетки, в нашем организме отложилось некоторое количество ненужных веществ. Остались токсины после погибших бактерий и никто их за нас не выведет. Поэтому очищение лимфатической системы должно быть примерно на том же уровне, как и очищение своевременное, допустим, кишечника. Но чтобы заставить лимфу двигаться, это самый простой способ, это массаж. Конечно, не важно, сами вы его делаете, кто-то вам его делает. Конечно, если у вас проблемы с опорно-двигательной системой, то было бы очень хорошо записаться к профессиональному массажисту. Но даже если у вас нет такой возможности, сейчас широкий спектр всевозможных массажеров, которые, если не прорабатывают проблемные зоны, то даже обработав какие-то зоны кожного покрова, вы заставляете лимфу двигаться. И когда лимфа эта движется, она выводит токсины. Чтобы лимфа была более жидкая и более чистая, нужно обязательно пить чистую воду. Мы часто пьем чай, кофе, компот и так по кругу. Про воду мы всегда забываем. Именно вода разжижает лимфу и помогает выводить токсины. Мы все это все знаем, но почему-то всегда про это забываем. Поэтому с утра лучше всего выпить не чашку чая или кофе, а выпить два стакана холодной воды. Это и разжижает лимфу, и нормализует работу кишечника. У кого есть проблемы с запорами и прочими неприятностями, попробуйте просто утром на точках выпивать два стакана воды и сделать обычную утреннюю зарядку. И вы посмотрите, что через несколько дней ваш кишечник скажет вам спасибо. Еще один такой есть очень простой, но действенный способ очищения лимфы это масло. В идеале это масло оливковое холодного отжима, то есть термически необработанное, но оно достаточно дорогое удовольствие, много его не понадобится. Его можно заменить, купить в аптеке обычное льняное масло. Даже если вы ничего не найдете, возьмите обычное растительное масло, но не вот именно то, которое холодного отжима ароматизировано. Утром натощак, прежде чем пойти чистить зубы или принимать там какие-то водные процедуры, как только проснулись, все вот эти токсины скапливаются у нас в полости рта. Именно поэтому мы ощущаем такой неприятный какой-то вкус во рту. И чем больше токсинов, тем неприятнее вот этот вкус во рту. И вот эти сосочки на языке, именно через них выделяются вот эти токсины. Берем столовую ложку масла и отправляем ее в рот. Не надо его глотать, мы его просто рассасываем в течение... Ну, держим во рту, гоняем туда-сюда. И когда вы это масло выплюните, вы увидите, что оно сильно поменяло цвет. Оно станет не желтым, не зеленоватым, как, допустим, оливковое масло. Оно станет белым и мутным. Потому что в это масло вышли токсины те, которые у вас скопились за ночь в ротовой полости. И если такую процедуру вы будете проделывать ежедневно, утром, хотя бы в течение месяца, вы заметите, что по окончании вот этого процесса очищения масло будет более прозрачным. Соответственно, ваша лимфа будет более чистой. И определенно вы обнаружите, что вашему организму намного легче стало дышать, так скажем. То есть вы избавитесь от лишних токсинов, запустите механизм очищения. Почему нужно использовать именно натуральные масла, то есть холодного отжима? Они обладают большим количеством омега-3. Это раз. Но поскольку мы берем это для очищения, здесь функция следующая. Ну, я так понимаю, во всяком случае. В отличие от рафинированного масла, они обладают вкусом некоторым. И наличие именно вкусовой добавки, ну, не добавки, а это натуральный вкус масла, усиливается слюноотделение. И вот именно за счет этого усиливается эффект очистительный. Кстати, обратите внимание на льняное масло. Это источник омега-3. И очень полезный продукт не только для очищения, но и для оздоровления организма. В молодом возрасте мы всегда очень активны, много движемся. У нас какие-то походы, у нас какие-то мероприятия. Где-то мы на дискотеке, где-то мы таскаем детей. Коляски, сумки, санки. Наклоняемся по мере необходимости с возрастом. В этом необходимость отпадает, и мы перестаем двигаться. То есть, если мы работаем на даче, то вся наша нагрузка в основном на спину и на верхнюю часть плечевого пояса. Мы что-то взяли, куда-то понесли, поставили. Полоть мы наклонились, выдернули, положили. Идем в магазин. Мы взяли сумки, притащили, поставили. Работаем на кухне опять в полусогнутом таком состоянии около раковины или стола. То есть, работает у нас только верхний плечевой аппарат. И причем нагрузка всегда идет в одном направлении. Мы никогда не подтягиваемся, мы не отжимаемся. То есть, у нас вот передняя часть наших мышц, она всегда находится вне задействованной, не задействованной. И, соответственно, лимфоток там не происходит. Лимфа застаивается, и соли откладываются. Отсюда у нас идут и хондрозы, отсюда от хондрозов идут неврозы, головные боли, плохой сон, плохое самочувствие. Очень простой и действенный способ заставить лимфу двигаться, это сделать утреннюю зарядку. Обычная утренняя зарядка на 6-8 минут. И дополнить ее несколькими упражнениями, так скажем, половой жизни. То есть, мы ложимся на пол, задираем ноги, делаем пресловутое упражнение ножницы ногами. Можно покачать пресс, то есть, поднимаем ноги хотя бы до прямого угла. Это буквально 5-7 повторений. Садимся, ногами где-то цепляемся за батарею, или за стул, или за диван, поднимаемся наверх. То есть, если мы поднимаем ноги, то мы подтягиваем себе нижний пресс, если мы поднимаемся сами, то мы подтягиваем верхний пресс. Упражнение ножницы также и подтягивает наши ноги, бедра, ну и соответственно все мышцы. Можно, если не можете поднять ноги, но в силу возраста и весовой категории, хотя бы просто лежа на спине, согнули ноги в коленях и наклоняем в одну сторону и в другую. Здесь не только мышечная работа, но вот пока мы лежим на спине и ерзаем, так скажем, даже если мы не можем полноценно выполнить упражнения. Наша спина и нижняя часть ягодицы, бедра, они получают некоторый такой самомассаж за счет нагрузки нашего тела. Только не нужно делать эти упражнения на кровати. Достаточно на пол положить какой-то тонкий коврик. Если у вас лежит палас, то можно сделать просто на полу, на паласе этого будет достаточно. То есть, вам не больно будет спину и в то же время ваше тело должно ощущать твердую поверхность. То есть, вот этот небольшой массаж спины и плечевого пояса и ягодиц тоже позволит лимфе заставить двигаться. То есть, мы сначала делаем зарядку, потом несколько упражнений делаем на полу. И в окончании этой зарядки ноги мы поднимаем куда-то наверх, на диван, на стул, неважно куда. То есть, они должны быть выше уровня вашей головы и делаем несколько вращательных движений стопами. В наружную сторону и во внутреннюю просто повращали. Это заставляет лимфатическую систему работать. Потому что, когда мы находимся в вертикальном положении, лимфа по лицу стекает вниз до основных лимфатических узлов. А вот снизу она должна подниматься сама. И чтобы от ног лимфа достигла лимфатических основных узлов, нужно давать телу физическую нагрузку. Если мы не можем дать полноценную физическую нагрузку, то мы можем сделать легкую разминку, поднять ноги и повращать стопами. Этого будет достаточно. Такое упражнение желательно делать 2 или 3 раза за день. И вы заметите, что ваше самочувствие значительно улучшится. Почему важно очищать лимфу? Потому что лимфа выводит токсины, которые у вас скапливаются, которые не выводятся самостоятельно. И со временем наша лимфатическая система забивается, зашлаковывается. И те токсины, которые должны были выйти наружу, они остаются у нас в теле. Ну вот представьте, допустим, летом на даче. В сезон осенний, там мухи, комары, слепни и все такое прочее налетели в ваш дом. Что вы делаете? Вы берете хлопушку и быстренько всех их перебиваете. Или вы берете дихлофос, потравили. И вроде бы как в доме-то чисто, никто не летает. А вот эти все насекомые остались у вас на полу. То есть вы их не вымели. Налетает следующая партия. Вы опять брызгаете дихлофосом. Это вот лекарство, которым мы убиваем вот этих микробов. Новая партия попадала, но вы ее опять не вымели. И через какое-то время вы увидите на полу слой, огромный слой вот этих мертвых насекомых. Это и есть вот этот осадок, который у нас остается в организме. И в следующий раз, как только какая-то зараза залетела к вам в дом, она непременно будет тянуться к тому осадку, который у вас остался на полу. Ну или такой вот возьмем пример. Вы, допустим, когда вы болеете, принимаете какие-то препараты, наводите чистоту в своем организме. Вирусы вы победили, температуру вы победили, воспаление вы победили. То есть вы в своем доме внутреннем навели порядок. Но если вы у себя в доме наводите порядок, вы все где-то вымели, выскребли. А воду, которой вы мыли пол и стены, вы оставили в ведре в прихожей. И оставили там же мусорное ведро. То есть порядок вроде бы как есть, а вроде бы его как и нет. И первая инфекция, которая поселится в вашем доме в чистом, она будет именно там. То, что вы не дочистили, не доделали. То есть в этом же ведре с грязной водой в первую очередь и разовьются аллергены, разовьются токсины. Ну и может появиться еще и нежелательная живность. То же самое с нашим организмом. То есть если мы не наведем порядок до конца, мы поболели и мы должны очиститься от этих токсинов, которые у нас остались в организме. Потому что загрязненная лимфатическая система, это значит, что у нас остались шлаки, токсины. Они приводят к чему? Они приводят к образованию целлюлит апельсиновой корки. У нас отеки на лице, мы не можем понять, почему вроде бы пили мало на ночь. А утром встаем и наше лицо имеет такой неприятный отечный вид. Это потому, что наша лимфатическая система не работает как положено. То есть мы не вывели токсины, которые у нас скопились в организме. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на свою лимфатическую систему. Если вы... Я, конечно, не доктор. Вы можете вот эту всю информацию посмотреть, поискать в интернете. Я просто хочу до вас донести, что лекарство это лекарство, но генеральная уборка в организме должна быть. То же самое касается пищеварительной системы. Если у вас непорядок с кишечником, и вы своевременно его не очищаете, вы знаете, как вы себя после этого чувствуете. То есть все токсины, которые вы употребили, и остатки пищи, которые не переварились как положено, токсины впитываются уже из кишечника в ваш организм, и обратно они не выходят сами. Они выводятся именно лимфатической системой. Чтобы победить... Чтобы привести в порядок свою пищеварительную систему, самый простой способ это с утра два стакана воды натощак и небольшую легкую зарядку. И так регулярно. Если вы поделаете эту процедуру буквально 3-4 дня, вы заметите, что ваш кишечник начнет работать самостоятельно, без применения каких-то слабительных средств, потому что к ним идет привыкание, и ваш кишечник наоборот расслабляется, то есть без дополнительной стимуляции он не способен к самоочищению. Это потому что мы мало двигаемся. Или двигаемся не в том направлении. Если вот у вас есть дома животные, кошечки или собачки, обратите внимание, когда они после еды, обязательно где-то в уголочке, кошечка становится, как и говорится, кошачья поза, то есть она передние лапы опускает на пол, практически ложится, а задние у нее приподняты. И она делает некоторые такие движения, как будто она подныривает под каким-то препятствием. Это вот такая зарядка, которую животные делают самостоятельно для того, чтобы у них кишечник правильно работал, чтобы пища проталкивалась по кишечнику. Мы ходим вертикально, у нас под силой тяжести вот это все опускается. А животные, они ходят горизонтально. То есть по идее, если собака или кошка покушала, то это все должно повиснуть в желудке и не должно двигаться. Именно для этого они делают вот такие интересные движения. Это заложено в них природой, но во всяком случае я ни разу не видела, чтобы кошка или собака страдали запорами, несмотря на то, что часто они употребляют пищу. Сухие корма сейчас очень популярны, многие подкармливают. Понятно, что там должна присутствовать еще и порция воды, но представьте, если мы будем есть одни сухари и запивать водой, что будет с нашим кишечником? Животные вот таким образом проводят себе очищение, вернее стимулируют продвижение пищи по кишечнику. То же самое мы можем сделать, выпив два стакана воды и, допустим, хотя бы несколько приседаний. Не нужно после еды, конечно, выполнять наклоны, но вот утренняя процедура выпивания воды и обычной зарядки и, дополнив ее там десяткам приседаний, ваш кишечник начнет работать, функционировать в правильном режиме.